Приветствую вас, Людмила, а вы спрашиваете нас, что делать. Ну, разрешите спросить вас в ответ. Что делать, чтобы что? То есть, вы хотите, если вернуть своего любимого человека, то это одни рекомендации, если вы хотите понять, почему он ушел, это другие рекомендации, если вы хотите разобраться в себе, это третьи рекомендации. Вот, то есть, тут на самом деле вариантов довольно много и мне кажется, что нужно анализировать этот аспект. То есть, мне кажется, что нужно поисследовать для начала, чего именно вы хотите для себя. Значит, это первое, это второе. Третье, если любимый человек, как вы говорите, ушел, взял и ушел. Такой негодяй к своей бывшей жене, да. То, наверное, у него для этого, ну, были какие-то причины. Это значит, что его что-то не устраивало в том, что он делал, в том, что был. Это значит, что отношения с твоей бывшей женой он, ну, до конца не завершил. Если он до конца свои отношения с бывшей женой не завершил, то вряд ли вы сможете вообще что-то сделать, вряд ли вы сможете что-либо сделать. Потому что, ну, как правило, незавершенные отношения с бывшими супругами, вот, и требуют, условно говоря, собственных усилий самих людей. Вполне вероятно, что вы, как раз таки, ничего плохого вообще не сделали. И вполне вероятно, что причины изначально никакой не было в том, чтобы ему уходить от вас. Но, поскольку, поскольку, поскольку чувства к жене бывшей у него остались, чувства к жене его бывшей сохранились, то его уход, скорее всего, был предопределен. Хотя, опять же, здесь я могу ошибаться и ни в коем случае не хочу высказывать какие-то предположения с опломбом истинным последним станциям. Если вам само плохо от того, что ваш любимый-любимый человек ушел, если вам плохо от этого, то, соответственно, можно уже будет этот момент, именно этот момент, момент того, что вам плохо, поисследовать, поизучать, посмотреть, почему вам плохо, из-за чего вам плохо, что вы потеряли и так далее. Соответственно, дальше все зависит исключительно только от вашего запроса. изначального, вот, то есть, то есть от того, как вы свой запрос сформулируете, от того, от чего вы хотите, вот, дальше уже можно будет вам помочь. С мужчиной вам в любом случае нужно поддерживать какие-то отношения, даже если он учил хотя бы дружеские постараться, если, конечно, для него это возможно, потому что, ну, не для всех, не для каждого это возможно, не каждый мужчина сможет поддерживать дружеские отношения, вот, но тем не менее, тем не менее. Вот, в принципе, так, в принципе, так. Классическая, классическая, классическая картина о развитии отношений, скажем так, вот, в этом любовном треугольнике, да, то есть, например, мужчина, вы, как его новая женщина и бывшая жена, как старая женщина, а классическая картина развития, примерно, следующая. Значит, изначально, мужчина живет со своей старой женщиной, бывшей женщиной, вот, и ему с ней, ну, не то, чтобы плохо, но не сказать, чтобы особо и хорошо. Вот. Далее появляются свы, которые его, скажем так, оживляют, которые показывают ему, как можно, что так можно, ну, можно другие отношения какие-то иметь, вот, и, соответственно, он уходит от своей, теперь уже бывшей женщины к вам. Какое-то время ваши плюсы, ваши достоинства, ваши позитивные или позитивные отличия от его бывшей жены, допустим, делает вам погоду, условно говоря. То есть, на фоне бывшей жены вы смотритесь и выглядите вообще идеально. Вот. Идеально и хорошо. Ну, проходит время, и ваши достоинства, ваши плюсы обходят на задний план, то есть, ну, возникает привыкание, все вот это, и человек понимает, например, что со своим бывшим партнером, вот, ну, как бы отношения у него еще не сверчат. И, возникает тяга к этому самому партнеру, что потом и происходит. Это классическая история, я бы сказал даже типовая история, развитие отношений к подобным треугольникам. Значит, Значит, Вы не говорите о том, как он ушел. То есть, объяснил ли он вам, почему он ушел. Он это сделал молча. Или он это сделал как-то еще. То нужно, опять же, исследовать. Исследовать причины, по которой он ушел. Наиболее такая, вот, очевидная причина, прям вот очевидная, та, что летит на поверхности, условно говоря, заключается в том, что человек просто-напросто испытывал скуку. То есть, вот, вы слишком хорошо, не слишком хорошо, вы, условно говоря, с ним жили. Я не говорю, что это плохо, что вы слишком хорошо с ним жили. Некоторым людям не хватает драйва, и, возможно, он ушел к своей бывшей жене, потому что, с ней все-таки было веселее. Вот. Опять же, сразу уйти к своей бывшей жене он не мог. То есть, это означает, что он с ней общался, это означает, что у него был с ней какой-то контакт, и так далее. И вы, судя по тому, что описывает, вы об этом не знали. Вы не были в курсе этих контактов. И это, конечно, достаточно негативно. Ну, то есть, почему вы не были в курсе, да? Почему вы не знали о том, что у него были контакты. Вот. Ну, и очень важный момент, это ваше отношение к тому, что произошло, то есть, условно говоря, что вы, по вашему мнению, потеряли в этой ситуации. То есть, ну, вот именно вы что потеряли? То есть, вот, мужчина ушел, да, вы что-то потеряли. Потом, вот, что вы потеряли? Это, мне кажется, очень важно. Потому что, именно, вот, чувство, чувство потери, такой, у вас, чувство потери, оно и причиняет вам боль. Ну, опять же, лучше, лучше будет для всех, если вы, вот это чувство потери, самостоятельно восполнить. Это будет лучше. Для всех, в том числе, и для мужчины, и для, самое главное, мужчина, увидит, что вы можете справиться с вами, он может вас реально потерять, а пока, скорее всего, он думает, что без, ну, без него вы не справитесь, вот, без него вам будет плохо. Но это они, конечно, не добавляют вам очков в свою пользу. К сожалению. Вот так, примерно, можно ответить вам на ваш вопрос. Опять же, непонятно, что именно делать, да, то есть, выбрасывать, вроде бы, что делать, а, что делать, чтобы что, совершенно здесь, непонятно. Нужно все-таки более четко постановку задачи, нужно более четко постановку вопроса, вот, ну, и аналит ваших отношений, и вашей жизни, вашей жизни в целом. Потому что то, что мужчина вышел, он, скорее всего, не случайно. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok